Приветствую всех любителей фотографий и фототехники. Давненько мы с вами не обсуждали тему микростоков и сегодня мне хотелось бы к этой теме вернуться. Рассказать вам о своих делах, дальнейших планах, но и в целом поделиться своими свежими впечатлениями. Итак, вплоть до декабря 2018 года у меня наблюдался небольшой, но стабильный рост доходов. И вот в январе 2019 года по итогам декабря мне удалось вывести со стоков около 400 долларов суммарно со всех стоков. Для меня это очень неплохая цифра и помнится в каких-то своих ранних видео я говорил, что как только достигну уровня в 300 долларов, то, пожалуй, займусь стоками на постоянной основе, буду уже, так сказать, иметь какой-то прожиточный минимум и дальше наращивать свое портфолио и увеличивать свои доходы. Но случилось так, что как раз вот начиная с января 2019 я стал стокам уделять очень мало времени. Ну, виной тому, конечно, жизненные обстоятельства. Вот мы тут связались с такой национальной забавой, как строительство загородного дома, в котором я сейчас нахожусь. Вот дом на данный момент построен, отделочная работа, конечно, еще впереди и все его благоустройство этих дел нам хватит на всю оставшуюся жизнь. Но, тем не менее, вот это строительство, конечно, отнимало у меня достаточно много времени. Но и, как ни странно, посыпались, особенно ближе к весне, вот такие, что называется, реальные заказы. Свадебный рынок в моем регионе после 2015 года потихонечку умирает и на данный момент не восстанавливается. Но, как ни странно, сейчас пошел спрос на детскую фотографию, и я как-то в приступе такой жадности набрал себе слишком, наверное, много детских садиков. Мы оформляли выпускные альбомы, я снимал видео для садиков, выпускные вечера снимал, ну, вот такие какие-то юбилеи. И вот, честно говоря, я погряз в этой работе. Конечно, это более, ну, что ли, быстрые такие ощутимые деньги, но если, так сказать, анализировать всю эту деятельность и доходы, вот, которые складываются из реальных заказов и можно добиваться на микростоках, я сейчас, как раз вот у меня такая чаша весов, и мне кажется, настало время делать какой-то выбор, расставлять приоритеты между реальными заказами и работой на стоках, потому что, ну, физически просто не успеваешь делать и то, и другое, тем более работа однообразная, когда ты сидишь, обрабатываешь какой-нибудь юбилей, там, тысячу фотографий, потом еще заниматься стоками просто уже порой и нет сил. Вот, и поэтому мои сейчас, так сказать, сомнения и размышления сводятся к тому, что, наверное, вот, или сейчас, или никогда нужно мне уходить все-таки на стоке в режим full-time, вот, не люблю такие английские слова, ну, вот так это принято называть, то есть на постоянную основу, вот, и заниматься стоками, вот, уже, так сказать, более, более плотно, постоянно и уделять этому большую часть своего времени, потому что, когда занимаешься стоками, так сказать, по совместительству, как это делал я, ну, времени остается мало, и портфолио заполняется очень и очень слабо. Вот, тот график пополнения портфолио менее 100 фотографий в месяц, вот, у меня сейчас привел к тому, что у меня вот после этого стабильного роста доходов начался, начался период, значит, стабильного снижения доходов, и вот если посмотреть мои графики, то есть там столбики шли вверх, а теперь они идут точно так же вниз. Вот этот график, такой низкая загрузка, в общем-то, сказывается, это по вопросу о пассивном доходе на стоках, конечно, чем хуже ты работаешь, тем, так сказать, хорошего дохода ждать не приходится. Ну, и в целом, если, вот, так сказать, посчитать цифры, так сказать, попробовать проанализировать цифры, ну, сколько вообще можно заработать на стоках. Вот, как мне кажется, 1000 фотографий на стоках может дать в среднем, ну, где-то долларов 50. Вот, а, естественно, все зависит от уровня ваших фотографий. Ну, если этот уровень высокий, ну, может быть, это, может быть, 100 долларов. Если этот уровень низкий, начальный уровень, как вот у меня было в начале, допустим, первая тысяча мне давала вообще всего лишь там 10 долларов. Вот, ну, это, конечно, плохой результат, но мне кажется, вот 50 долларов, 50 долларов с 1000, это, в принципе, можно считать нормальным результатом на сегодняшний день. Вот, ну, и давайте считать, что, допустим, чтобы заработать 500 долларов, это надо сделать 10 тысяч фотографий, а если загружать, ну, допустим, 100 фотографий в месяц, то вам на эти 10 тысяч фотографий в портфолио понадобится 10 лет. Ну, согласитесь, что, как бы, очень-очень большие сроки, поэтому, мне кажется, вот такая низкая загрузка, она не очень, так сказать, приемлемая в этой работе. То есть, мне кажется, что оптимально нужно загружать около 1000 фотографий в месяц. Можно делать и больше, но для меня, например, это будет сложно. Вот 1000 фотографий, теоретически, я делать могу, но хотя бы 500-600 фотографий. То есть, хотя бы, чтобы у меня вот эта вот цифра, ну, пусть, скажем так, 5000 фотографий, хотя бы она мне в течение года, вот такой был рост в портфолио. И тогда, значит, я думаю, что можно говорить о том, что доход будет расти, этот доход будет стабильным, и на эти деньги можно будет уже жить. В принципе, какая моя сейчас ближайшая задача, вот, я себе ставлю достаточно простые цели, это 500 долларов в месяц, не с шаттер столько там, пусть даже суммарно. Вот. Сейчас эта задача для меня, мне кажется, вполне достижима, но мне сейчас обязательно нужно поднажать в плане заполнения портфолио. Я думаю, что если я, допустим, в течение лета загружу хотя бы 3000 фотографий, то осенью, когда пройдут вот эти такие сезонные спады, в принципе, я думаю, что я на 500 долларов суммарно выйду. Много это или мало, судить вам. В моем регионе, опять же, 500 долларов, это считается неплохой зарплатой, которую даже, ну, получают люди, там, занимающие, там, приличной должности. Вот. Вот. Обычно люди работают, там, за 300-400 долларов, вот, если посмотреть объявление, объявление о вакансиях, то там вам будут предлагать 20-25 тысяч рублей, причем работы, которые, там, с утра до вечера, и, ну, сами понимаете. То есть, как бы, в принципе, ну, так сказать, психологически 500 долларов – это та цифра, которая позволяет говорить, что я работаю, что я не какой-то тунеядец, и у меня есть какое-то свое дело, и я его развиваю. Разумеется, никто не собирается останавливаться на цифре 500 долларов, нужно и можно продолжать работать дальше, и я думаю, что вполне реально, опять же, для меня выйти на уровень 1000 долларов. Ну, до 1000 долларов, я думаю, мне еще довольно далеко, и в этом году я на эту цифру вряд ли выйду, но, скажем так, для 1000 долларов мне нужно, наверное, 1015 портролев, я думаю, ну, примерно так. Может быть, меньше, если я буду работать лучше, буду делать какие-то более интересные фотографии, а это неизбежно происходит, потому что у меня появляется опыт, появляется определенное понимание, но 15 тысяч в ближайшее время я сделать не могу, потому что я все-таки работаю, ну, как сказать, не только на количестве, но немножко и на качество. Я все-таки обрабатываю каждую фотографию, я каждую фотографию индивидуально прописываю. В принципе, здесь есть выход из этой ситуации, конечно, можно привлекать каких-то людей. У меня есть жена, у нее, конечно, есть своя работа, но если бы, допустим, дело пошло бы, как бы, разговор был бы уже таких приличных заработок, как 1000 долларов, то я думаю, что мне удалось бы ее уговорить, перейти, допустим, ко мне на работу, а бросить свою там муниципальную деятельность. Вот, поэтому, как бы, еще вот есть такой резерв. Ну, и в целом, я максимально использую семью в этом плане. Они, несмотря на то, что все сдается, мне это трудно и нелегко, и довольно долго, они терпеливо, так сказать, ждут результата, в меня верят и, в общем-то, одобряют мою деятельность. Поэтому, вот, мне в этом смысле, как бы сказать, повезло. Вот, но вот это, если говорить о цифрах и планах загрузки. Естественно, чтобы делать 1000 фотографий в месяц, но что получается, это 30-40 фотографий в день, ну, это, мне кажется, при том, что ты встаешь с утра и занимаешься только стоками, я думаю, что это вполне реально. В плане того, что снимать, как снимать, да, такие, как бы, проблемы у меня вначале были, у меня, как бы, были какие-то трудности. Ну, и раз до такого плана, что я не знаю, что снимать, но эта проблема вполне решаема, у меня сейчас и собственных идей каких-то в голове достаточно много. Ну, и всегда можно посмотреть то, что делают люди, то, что востребовано, посмотреть какие-то топовые работы. Вот, единственное, о чем я хочу вам сказать, я думаю, что не нужно, не нужно никогда копировать вот эти топовые работы, это вот тупиковый тоже путь. Немножко просто посмотреть, о чем вообще речь, что люди делают, как делают, и делать, конечно, только свое. У меня есть такое уже, как сказать, наблюдение, что когда я вот придумываю что-то сам, вот вообще ни на что не ориентируясь, вот пришла мне какая-то идея в голову, вот сделаю-ка я вот так. Но, и, вы знаете, она иногда выстреливает. То есть, я не видел даже подобных фотографий, но они у меня начинают продаваться. Когда я копирую там какую-то в сотый раз какую-то дурацкую раскладку на столе, то вот это у меня вообще не продается. Поэтому, конечно, мне кажется, вы должны нести на стоки свои идеи и воплощать, так сказать, свой творческий потенциал. И тогда, я думаю, что стоки вас непременно оценят. Если говорить о конкретных результатах на различных стоках, то здесь ситуация традиционно стабильная. Два лидера есть на лично, вот для меня это Shutterstock и Adobe Stock. Они дают примерно равнозначный результат. Shutter продает чуть больше, но дешевле. Adobe продает чуть меньше, но всегда подороже. Суммарно получается примерно одна и та же цифра. Вот, как ни странно, iStock у меня все-таки занимает третью позицию. Хотя этот сток в последнее время не очень радует. У него вот за апрель, по-моему, за март появились удивительные продажи по одному или два цента. И таких продаж достаточно много. Суммарно этот сток дает, ну, процентов 30, допустим, от Adobe или Shutter. Но, тем не менее, я все-таки с ним работаю. Хотя там есть свои неудобства с этими релизами. Но то, что вот без релизов, я всегда на iStock добавляю. То, что с релизами, ну, я не всегда добавляю на iStock. Потому что считаю, что вот эти затраты на оформление релизов, они того не стоят. Потому что продает он все-таки не очень хорошо. Ну, и если говорить о четвертом месте, то так, если именно по деньгам, у меня почему-то получается на четвертом месте Dreamstime. Который продает нестабильно, нерегулярно, но довольно дорого. Там встречаются продажи и по 2 доллара, и по 9 долларов. Ну, вот почему-то у меня четвертое место Dreamstime. И, ну, пятое место, наверное, получается Bigstoke. Вот, 1, 2, 3 что-то чуть-чуть дает. И вот депозит я еще ни разу, в общем, с него денег не выводил. Он немножечко лучше сейчас торгует. Но вот даже эту сумму 50 долларов мне пока не удается набрать. Ну, и, кстати говоря, если говорить о количестве моего, о размере моего портфеля, то на шаттере вот он приближается к 4 тысячам, а на других стоках у меня вот всего лишь 2-2,5 тысячи фотографий. Ну, в принципе, опять же, маловато фотографий. Я думаю, что стоки 2-го эшелона, они, конечно, требуют еще тоже большого количества фотографий, требуют времени. Ну, я от них не отказываюсь, потому что, ну, мало ли, всякое бывает. Что-то вы выстрелили, это, опять же, хочется отслеживать какие-то тенденции, что продается, что покупают. Поэтому для меня это несложно, я оттуда загружаю, но, по сути, отдача от них невелика. Ну, и также у меня вот в этом году появилась первая продажа на стоке Pond5. Это, ну, в основном это видеосток, хотя там можно размещать и фотографии. Да, вот я попробовал загружать видео, у меня где-то не более десятка видеороликов, и нигде-нигде они не продавались, вот. Вот, и Pond5 продал ролик, и мне начислили 9 с чем-то долларов, то есть очень даже неплохо. И в связи с чем у меня, конечно, сразу появилось желание побольше времени уделять видеороликам. В принципе, я эту тему изучаю. Мне кажется, ну, там везде, как говорится, свои сложности, но по деньгам видеоролики стоят чуть-чуть подороже, а технические возможности у меня сейчас достаточно хорошие, но почему бы и нет. Вот, то есть, в принципе, как бы сказать, таких творческих планов у меня сейчас достаточно много. Остается вот лишь освободить себе время. Ну, сейчас вот я буквально доделаю там последний выпускной в саду и отказываюсь, вот, говорю это вам, говорю это себе в первую очередь, отказываюсь от всех любых заказов. Не хочу я заниматься свадьбами, не хочу я заниматься садиками, немножко я уже от всего этого устал, наелся, так сказать. Свадьбы отсняты уже, не знаю, более тысячи за всю мою деятельность и не вызывают у меня вот этого душевного трепета, а стоки – это как раз то направление, которое мне, в общем-то, нравится, потому что здесь я могу заниматься тем, что хочу, это избавляет меня от общения с клиентами, и я считаю, что я вот творческий свой потенциал еще далеко не раскрыл, поэтому я, в принципе, так сказать, с надеждой и уверенностью смотрю в будущее, ну, и если посмотреть назад, ну, я считаю, что при том, что я практически ничего не делал, только гулял с собачкой, вот, вы сами видели и видите мое портфолио, ну, где-то я уже заработал на хорошую там полнокадровую беззеркальную камеру суммарно за это время, но где бы я эти деньги еще взял, хотя, как бы, минусов у стоков, конечно, тоже много, не все продается так, как хочется, все происходит немножко медленно, ты делаешь какие-то фотографии, загружаешь, они там пропадают в глубине этих стоков, все как-то медленно-медленно, но суммарно, суммарно, то есть, я думаю, что для меня это более перспективное направление, поэтому вот сейчас, летом, я хочу этим плотно заняться, чтобы же осень, тот период, когда обычно есть определенный рост доходов, уже встретить с хорошим портфелем и выйти на достаточно хороший уровень дохода, поэтому, пожалуйста, оставайтесь со мной, следите за последними новостями, теперь я думаю, что я буду почаще снимать видеоролики для своего канала, вот, и к этой теме микростоков мы обязательно вернемся, для тех, кто еще не зарегистрировался на стоках, я оставлю в описании свои реферальные ссылки, вот, ну, опять же, какой-то минимальный мне дополнительный доход, если вам, конечно, не жалко, и, как всегда, от вас желательно лайки, подписка, и до новых встреч!